Меры поддержки для семей в сложной жизненной ситуации, вопросы в сфере жилищной политики, решения проблем в семьях, где родители зависимы. Это лишь основной круг вопросов, которые обсудили в первый день Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка. Тюменская область – второй регион в нашей стране по комфорту жизни, в том числе жизни семей с детьми. И нам всегда важно не просто встретиться с коллегами со всей страны и обсуждать какие-либо темы, но важно познакомиться с опытом региона, посмотреть, что ценного есть по поддержке семьи детей, а здесь есть что посмотреть. В рамках визита в Тюмень Мария Львова-Белова посетила кадетское училище. Омбудсмену показали, как проходят занятия, тренировки в ледовом комплексе, а также музеи, лабораторию технических средств. Уже сегодня делегация приехала в областной центр профилактики и реабилитации. Между стажировочными площадками они будут использоваться с детьми как каворкинг-центр. Мария Львова-Белова поблагодарила Александра Мора за поддержку идеи создания на базе областного центра стажировочной площадки для специалистов со всей страны. Сюда будут приезжать группы специалистов. Это и врачи, это и психологи, психотерапевты, клинические психологи, которые будут, во-первых, обучаться разным практикам, например, мотивационному интервью. Заканчивая тем, что на опыте Тюменской области будет выстраиваться вот этот сервис услуг с момента выявления такой семьи до ее глубокой ремиссии. В областном центре разрабатывают новые методики. Одна из них – семейная реабилитация. Родители с зависимостью смогут не разлучаться со своими детьми во время лечения. Это, на мой взгляд, одна из ключевых историй. Взрослый человек, находясь в контакте с врачом, психологом, социальным работником, еще испытывает сильную ответственность личную по своему собственному восстановлению перед своим ребенком. Это, на мой взгляд, очень сильный мотиватор. Когда он работает, значит, сегодня все потеряно. Малолетние дети от нуля и до 12 лет они могут находиться вместе со своими родителями в центре. Сейчас прописывается на завершающем этапе программа, значит, готовится вся инфраструктура и с сентября месяца мы надеемся запустить такой проект. Корпус для проживания родителей с детьми практически готов. Он будет рассчитан на 10 семей. Мария Рянина, Владимир Кондратьев, Вячеслав Иваненко, Тюменская служба новостей.